Друзья, всем привет, с вами Нелорейн. Сегодня поговорим про получение фургона в игре My Summer Car. В начале игры, когда люди заходят, они не понимают, как получить фургон. То есть, вот у вас стоит ржавая сатсума, в моем случае на целое, и где взять фургон, но все в недоумении. Чтобы получить фургон первый раз, вам необходимо в первую очередь установить в сатсуму вот эту переднюю левую стойку стабилизатора. То есть, вот эту вот стойку. Установили, и у вас через 30 минут реального времени, точнее от 30 минут до 2 часов реального времени, появится фургон у дяди. В случае, если он не появился, у вас возможно что-то другое. Какие возможные варианты? Это двигатель в сборе, переднее водительское сидение и стойка стабилизатора, вот передняя левая стойка стабилизатора. То, что это будет двигатель, шанс всего 10%. Что это будет стойка? 60, то, что это будет сидение, это 30. Ну, думаю, что понятно. Чаще всего это стойка. Вот. В случае, если у вас вы все поставили, все, фургон у вас появился, около дома дяди. То есть, вот там вот у меня его сейчас там нету. Все, фургон стоит, вы приходите к дяде, берете у него ключи, то есть, стучитесь ему в дверь, берете ключи, ездите на фургоне, сколько вам надо, потом ложитесь спать, и на утро у вас его дядя забирает. То есть, вы фургон у дома оставили, на утро проснулись, его нету. Это нормально, дядя у вас фургон забрал, ему тоже надо пользоваться. Так он может сделать от одного до четырех раз. То есть, один раз забрать, второй раз забрать, третий раз забрать, на четвертый раз забрать и не отдать. Вот. А что произошло, если, например, у вас дядя фургон забрал, вы подождали один игровой день, то есть, одни игровые сутки, и фургон не появляется, то стоит прийти к дому дяди и проверить, не сидит ли он вот здесь вот. То есть, за вот этим вот столиком. В случае, если он на месте, я вас поздравляю, его решили прав, и теперь фургон будет в вашей собственности. Подходим к нему. Он тут, кашляет, выслушиваем весь его диалог. После того, как вы забрали ключи от говновоза, вот у него дома, мы можем отправляться в город для того, чтобы забрать фургон. Напомню, что фургон сейчас будет находиться на штрафстоянке, а говновоз на станции переработки отходов. В эту субботу выйдет ролик по говновозу, по работе на говновозе, там вы все подробно увидите, я все подробно расскажу. Но для начала нам необходимо забрать фургон. Он у нас находится в городе Пероярове. То есть, вот у нас Пероярове, вот магазин Тейма. Вот где-то вот здесь вот находится станция переработки отходов. То есть, чуть-чуть пониже, вот тут находится техосмотр и штрафстоянка. Нам необходимо выдвинуться туда. Сделать это можно в любое время. Садитесь на любой удобный для вас вид транспорта. Так-то это должен... По идее, это должен быть мопед, но мопед я где-то просрал, значит, у меня будет сатсума. Мопеда у меня нигде нету. Да, мопеда у меня нет. Я выезжаю на сатсуме, вы можете добраться на чем угодно. Можете брата дождаться там у дороги. В общем, выдвигаемся в город. Так, смотрите. Проезжаем около магазина Тейма, в интернет-рассе, и видим здесь поворот налево. Поворачиваем. И видим станцию техосмотр, на которые мы с вами уже были. И вот стоит наш фургон. Поворачиваем направо, вернемся, паркуемся. Выходим. И идем к нашему фургону. В случае, если вы приехали на мопеде, вы можете просто загрузить мопед в кузов фургона. Все, садимся в фургон. Запускаем. И можем кататься. Фургон полностью принадлежит нам. Дядя его больше никогда не заберет. Он полностью наш. Заправлять теперь будете его гнуть. То есть, не дядя, никто. Вы заправляете. В случае, если вы где-то его вбросили, он у вас там и останется. Довольно, к вам не вернется. Можно было сделать с дядей. А на этом, в принципе, все. Я показала, как найти фургоны. В следующий серии я расскажу про говновоз и про работу на нем. Напомню, что фургон заправляется дизелем. А именно, черным пистолетом на заправке. То есть, выраженный дизель. После того, как его забрали, рекомендую заправить. Вновь в случае он полный. На этом все. Я благодарю всех за просмотр сегодняшнего гайда по получению фургона. У нас выдался очень короткий. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока.